Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на шестерых в Сид Мэрс Цивилизейшн 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда интереснее смотреть с самого начала, ну а всем остальным приятного просмотра. Он должен был получить фулл хпп, когда убивает. Как он тут по этим... Кому колосс строю? Лидексу? Кто джекард уберет? Ну не строй колосс. Нет, я не буду. Лидексу я строить ничего не буду. Строй, строй, хорошая вещь. Наконец-то. О, я про этого коня забыл. О, слушай, Ара, вот своей коляской у Пхеньяна скачи в... Позже, да, вот туда. Там стоит на оленях, блин. Короче, тут у него лошади и соль. И тут как раз у него юнит стоит, еще защищает все это дело. Надо сейчас с этим всем разобраться и пограбить. А молока... Не идет? Да вот долбаная молока. Но я думаю, что обстреляет сейчас. Я специально войну оберегу. Я понял, да. Но я думаю, что там метка лук обстреляет. Но вообще бездарно она ничего не делает. Наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень многие китайские, корейские названия, которые на нашем языке звучат так, на самом деле совсем не так. Там, Ким Ир Сен, например. Пхеньян. Блин, тут нужна дорога вправо от Джакарда однозначно. Конечно, но вот вместе и порой. Ух ты, успел. Так, производство надо, производство. Блин, мне нормальница, граница, короче, не до этой самой. А у тебя есть какие-то открытые там границы? Ну, какао-миндас. Откуда? Ты думал, откуда? Да, ну, мне даст счастье, тогда я его поставлю город. Ну, иди же, бери же карту, что ты тормозишь. Так вот же свои границы возле моря, видишь? О, блин, объяви мне войну, че-то... А, блин, ты мне люкс даешь. Не надо мне войну объявлять. О, кажись, Малака пошла в атаку. Да. Похоже на то. Неужели она нам поможет? Не-то холм. Не-то холм. Злые вы. Вот, по промке вон уже и француз первый. Это я мастерскую построил. В одном городе. Это самая воюешься. Смотри, кореец, что будет, если ты со мной сейчас будешь воевать? Француз просто захватит Персеполис, дальше вниз пойдет. То есть ты города мои вряд ли захвачь, потому что здесь проход он деплится нормально так. То есть, по сути, он просто сейчас... У него 12 Париж там и так далее. Он сейчас просто мои города как бы себе присвоит и все. Я не собираюсь. Можешь кореец себе забрать там, какие города его? Я просто не знаю. Айди, а если кореец не нападает, так ты со мной воюешь и... Ты прекрасно себя чувствуешь с тем, что ты уже забрал? Не получай никакого... Мне кажется, пару городов у тебя надо забрать, нет? Просто кто от этого усилится, вот вопрос в чем. Кто-то от этого усилится. Ты? А я не считаю, что ты там, типа, сейчас сильно отстаешь от меня. Ну я буду все больше и больше отставать от тебя. Оставлять тебя в игре это проблема. Я жку удалил, что ли, войска? У меня убили. В смысле убили. Кто? Я удалил войска? Самое, что я хотел. Ёжику, я говорю. А, ёжик. Америкос, ты что, на воде еще хочешь сказать? Нет, у меня только один город, Сурабай, на воде и все. Вот, ребята, я нашел себе этот сайт. Он не берется. С воды не берется? А, с воды, да. С водой он там треем берется. Ой, да пожалуйста, забирайте Сурабай, мне не жалко. Квент-релемы, они классные. Вот, кореец, смотри, вот, типа, что ты получаешь от этой войны? Ты сейчас, по сути, опять продолжаешь строить, иди ты продолжаешь. Я строю ее. Чего говоришь? Не строю, иди ты зачем? Просто от этой войны, я говорю, усилится только француз, который и так не отстает от меня. Если я возьму какие-то города, а если с тобой не воевать, то ты будешь все дальше и дальше улетать. Если с тем будут сейчас воевать, то саран ты от этого усиливаешься. Так, надо счастье откуда-то брать. Опять тут никого. Не знаю, это тяжело у нас одинаково. Юниты. Так, а в арбалеты я вообще первый вышел? Да. Единственный. Сейчас вернусь. Карфаген, корейцы, индонезиецы все в классической эре до сих пор. А вот и Ара вышел в Средневековье. Только непонятно, куда. Сидон мне юнит дал? Как мило с его стороны. Стоит ли мне рассчитывать цирк? Что со счастьем? Как-то плоховато. Ого. Как у него тут красиво все стоит. Надо вести рабочих, это вырубать все, видимо. Ну что Джакарта наконец поделки. Он ее убивает по населению сам. А, да. А крызок оставляет мне такой, знаешь, что-то. На, имей. Угу. Я там все ударил. К веду, который даром. Спасибо, добрый человек. Никогда не понимал смысл этого. Я понимаю, если я еще там лидер был, я последний вообще везде. Ты сам выбрал такой путь. Ну, скажи, что у тебя какие-то варианты были в этой игре. Скажи честно, откровенно. Как раздавил он еще дома и в атаке? Ну, я мог бы вот играть четыре города и все. Четыре бы я тут не поставил уже давно. Ну, я бы поставил вместо Гадаса ниже на одну клетку один город, чтобы я был третий на ладе и все. У меня было бы вам. Ну, ты что брать теперь? Ну, забирай. Ну, спасибо. Спасибо за игру. Если так можно выразиться. Всем удачи. Удачи. Спасибо за тебя. Так, Ара, давай еще раз это самое наше, чтобы поматься. Никаких подводных камней не было. Мы с тобой вообще не воен. Я так боюсь. Боже мой, лидерс. Что ты думаешь? Ну, нет. Так вот, я еще раз хочу убедиться. Да, Ара? Укажись, да. Сейчас, сейчас, дожди. Да, да, лидерс, да. Я на этих условиях пошел на Индонезу. С тобой, если мы останемся вдвоем, играем только на улет. Все. Обратите внимание опять на демографию. Ты там рядом, везде идешь. То есть, в следующем ходу обратите внимание на демографию, похлопайте в ладоши, на кого я похож. Просто штука в том, что я понял, я говорю о последнем. Ну, это быстро догоняем. 8%, ну, серьезно. Это, ну, 8%. Притом, что я тоже в универы не выходил. Даже рядом. Я тоже иду по нижней ветке по армии, чтобы с тобой соперничать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ход на последней секунде как бы. Я даже не успел Юнит перевести Алексей. Это не на последней секунде, я ходил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, я против. Я не ходил на последней секунде, во-первых, начнем с этого. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я могу сейчас эти юниты оставить тут на месте, не ходить ими. Если ты хотел перевести юниты, но захватить рабочего я вполне был вправе, и я это делал не на последней секунде. Тебе такое устраивает? Да. Вот они стоят на месте, и ничего не граблю этот ход. Америка, я тебя нашел, привет. Будем дружить. Да я за дружу. Вармонгеры какие. Просто жесть. Это кто? Это Линдекс говорит, что вармонгеры вокруг? Конечно, конечно. А что, не так? Не так. А что ты с ним дружить? Иди слей армию. Не слей вот так, да? Не, я только проплатить хочу, ладно уж. Тут вся армия у Персеполиса. Ты же хотел Сурабая. Вся армия у Персеполиса, так что давай. А какой у него люкс у Сурабая? Ты же на люксо стоишь, я вижу, не? Так, я отойду на секунду. Ах, ты как бы карфагент. Теперь-то это вообще нафига? Не-не, я проплыть хочу, на самом деле. Что там, мою мать, я пока дойду, там уже все выиграется, знаешь, что идти далеко. Дорог у меня нет. Я считаю, что нам надо с тобой дружить. Что, прошел? Следующим ходом пойду. Хочу не ругать. А, вот оно что. Ясно. 10 щитов. Что, 10? Ну, защита 10 у Сурабая. Такая прикольная города. Но только с воды, только с воды. Надо мне голиаски кинуть. Значит, отмиримся пока? Подожди меня, выкинем в ту сторону. Пока что не миримся. Хотя в ту сторону выкинет. Выкинет. Вот я уверен, что выкинет. Я уже проходили, кушили. Следующим ходом. В лучшем случае. А где твои коляски? Я слышу, это Ара. Они же только тут были. Они же только были тут. Дорогу строил этим, а не шахтам. Пока ты там добирал, мне уже всю армию положили. Ну, блин, а что? Надо было... Я тебе говорил. Чем я больше стою там, тем меньше у тебя вариантов. Ты не стоял там вообще. Я же увидел, что там вообще больше ничего нет. Ты что, вот не видишь, что ты тут идешь? Или как? Вижу, вижу. Так что, Карфаген, ты вериться не будешь? То есть мы с тобой воюем? Да, веримся. Че ты так это? Ну, зачем ты меня обстоял? Ну, вот как с тобой можно договариваться? Я смотрю, Юниты идут в мою сторону. Так это Юниты дружбы. Я что, дарите будем, чтобы воевать тебе было чем? Ты что, мне не веришь? К сожалению, нет. Но очень бы хотелось. А, это не холм. А, ты имеешь еще, чем выигр? Блин. А, это моя холм. А чем вы там воюете, расскажите? Ничем я уже не понимаю. На арбалетах. Куда я убежал? На арбалетах? На арбалетах. На арбалетах? Да. А что это там далеко? А? Далеко? Мне бы хотя бы там философию открыть. Кирбалет, вы че? Ладно, Америка. Мы с тобой будем дружить. Мне кажется, арбалет это не моя тема. И не моя тоже, поэтому... Ну, вот. Блин, я и говорю, то есть смысл. Я потратил сейчас деньги на арбю, чтобы правдить. Ну, замечательно, как бы. А я, знаешь, что вообще про себя не хочу рассказать. А вот если бы ты еще Сурабай мне подарил, он же тебе не нужен. Ну, это скорее тактический город больше. Понимаешь, тут он... Блин, а... Ну, подожди. Ну, хочешь, давай повоюем на арбах. Ну, блин. У меня здесь армия... Тихо, арбах. Тихо, иди, отдыхай и все. Ну, в смысле, это твое предложение. Это ничего-то не пожмать. Вот, все. Мир, дружу, выживай. Я думаю так. Пускай, в общем, эти лидеры грызутся. Я тоже подумал, на арбах, это какое-то слово запредельное для моего понимания. Ну, я тогда тоже американец готов замириться. А, то есть, сейчас ты уже готов замириться, когда у меня сейчас 8 арбов, ты уже готов замириться. А, у меня тоже в арбах, у меня тоже, как бы, и вот, кореец видит. Я давно вышел в арбы. Ты сколько у него этих арбов? Ну, я, во-первых, не вижу, во-вторых, как бы... Как это ты не видишь? Я вижу, что есть арбы. Но они же хотят, чтобы мы воевали, американец. Они хотят, пожалуйста, у меня есть арбы. Причем давно. Я просто не хочу, не хотел вот на Персеполь слезть, потому что это, блин, самоубийство. То есть, ты настягиваешь войну, а сам, короче, не это самое. Так вы мир только что заключили, умники. Умники, вы мир заключили. Я вас втягивал в войну, чтобы вы воевали, а вы заключили мир с ним вдвоем. И что, я должен сейчас один воевать с американцем? Какого хрена? По-моему, вы такие вот дружочки-пирожочки вдвоем. Типа, мы до конца не воеваем, когда мы остаемся вдвоем, мы улетаем. Так может, нам тоже так с американцем договориться? Мы не воюем, а потом мы вдвоем улетаем. А? Не, ну коляски против РБ, это как-то даже, ну, не спортивно. Да, только у него армия тут у Персепы. Нет, так что обсуждать? Вы уже замирились с ним. Так а почему я должен с ним воевать тогда, объясни мне? Я не воюю, я что, заставляю кого-то? Я американцы об этом говорю, что они, как бы, хотят, чтобы они воевали. Ну, мир, не знаю, какие-то условия хочешь. Я сейчас куча науки, куча всего убил денег на то, чтобы... А я что, не убил? Я что, сижу развиваюсь, что ли, по-твоему? Я, блин, иду по нижней ветке, я даже в универы не вышел. Он убил, блин. Тебе, просто тебе гораздо легче было со мной сейчас на Арбах воевать, потому что ты до этого не воевал. То есть я в городах, которые захватил, мне пришлось там строить... Американец, я не знаю, каких ты условий хочешь. Условия, либо мы заключаем мир, либо мы воюем. Если ты хочешь, чтобы я тебе что-то дал, то я тебе давать не буду. По-моему, вполне логично, что мы вдвоем заключаем мир и пытаемся развиваться. Лучше, чем вот эти два дружочка-пирожочка. Сбоку. Если ты хочешь воевать дальше, то, ну, блин, давай воевать. Что я могу сделать? Не-не-не, хорошо, хорошо, при условии, что на Арте мы не воюем. Окей. Хорошо, давай. По-моему, логично вот этих вот ребят обогнать и потом что-то уже решать вдвоем. Потому что если мы будем воевать, эти ребята будут что-то делать там. Меня вообще обогнать не надо. Я не знаю, почему я должен один тут воевать, когда они занимаются развлекаловым. 44 промки на 111. Сейчас обгоню, сейчас так возьмусь и обгоню. Мы воевали 70 ходов, а вы там, по-моему, даже не перестреливались. Арбалетмы тоже. Ну, американец как бы перса забрал. По-моему, логично, чтобы против него как-то выступать. Я не ощущаю себя на равных условиях с американцем в войне. Поэтому я не могу с ним воевать. Ну, я могу сказать, что варбулов я тоже как-нибудь выйду. Когда-нибудь. Я уверен, что ты выйдешь в арбудерстве. Я в теорию даже. Да, и тогда уже можно будет говорить о чем. А сейчас пока я могу только ну, если что, тебя поддержать. Если он не тяну подел. Добрым словом. Видишь, я даже взял честь и этого Зевса построил, чтобы с тобой... Я думаю, если бы я хотел развиваться, я бы брал что-нибудь другое, а не честь. Так, что-то у меня стало слишком дофига счастья. Ай, мы у нас в Три Либерти осталось против одной традиции. Мы еще что-то будем пытаться его обогнать. Вы что, приколуетесь? У американца крутые города. Это вы, может, там, я не знаю, я вас не вижу, правда. Ну, я вижу вообще корейцы. У корейца, может, и грустно. Я не знаю, опять же, не все вижу. Но у американца города хорошие. И он вполне может меня обогнать. Ну, я не знаю, честно. Мне сейчас за такой клоаке надо выбираться. Я думаю, самая большая клоака в этой игре у меня. Потому что не надо соревноваться около клоака побольше. Нет, у меня там дела плохие. Нет, у меня дела нормальные. Но сказать, что, типа, Алексей там сильно от меня отстает, это как бы, ну... Ой, да какое? У него первая наука и первая промка. Университеты построить это две минуты. А он и так по науке первый. Ты вообще, о чем вы тут разговариваете? Вы что, прикалываете? Тут лидер один, и ясно. Поэтому я не стал все американцем более. Тем более, что никто ему ничего не сделал. Мне до универов еще три техи. Я шел прямиком в мушкетеров, честно говоря. Ты только что построил Чичин, до Чичина мне еще тех... Ну, я не знаю, ну, я виноват, что только тебе до Чичи. Я говорю, что я шел по нижней техи, я иду в мушкетеры. Американец строит везде у себя эти... Американец, а что у тебя так херовство с наукой? Я не понял, почему ты хуже, чем я? Он тоже Либерди, он там воевал. Понимает, что я вот все вот эти ходы строил армию. Все ходы строил армию. А, ты такой же, как мой, короче. То есть, значит, смотри... Я тебе о чем я говорю, он совсем не Либер, не знаю. Вначале упортая война достаточно с перцем. То есть я очень много ресурсов бросил на эту войну. Потом, соответственно, я надо было бежать во рвы, чтобы воевать с французом. Плюс я опять тоже продолжал строить армию. И не было ни одного хода, чтобы я спокойно сидел в строудоме. То есть я только сейчас там строю цирки, ну, какую-то такую фигню. Барбов, конечно, у тебя меньше можно было даже попытаться повоевать. Нужно было, ты же в воле. Да, что-то я на самом деле подумал, что он реально просто раньше вышел у борьбы, и я подумал, что он уже отпускал сделать. А он традиция. А что-то у него арбов реально мало было. То есть я бы, наверное, даже и продавил бы, но... Ну, с его промоком это наград. Ну, одна как бы хлопот я ему доставил. И через стену. Да успокойся, не смешно. Ну, а что, да. А что, ты юниты вот так вот расставишь вокруг? Я хочу Дань взять с этого, с Самаркандера. Так, иди к Самарканду, почему юниты вообще вокруг моих границ стоят? Так, господи, я сейчас возьму, да, не уйду. Юниты подходят, они у меня... Типа, вот я вначале с Мамбазы Конга взял. Теперь с этого, то есть. Я, говорит, пропустил момент, какого хера тут религия вся уже... Карфагенская. Ну, я ее не раз... У меня, посмотри, у меня ничего нету на распространение. Так что не надо, это не нужно. И я ни одного миссионера не покупал, тоже не грозь. Ну да, да. Вот я и говорю, как так-то. И, кстати, там пагода, что ты, блин, как маленький? Потом свою втянешь. То есть тебе фиг знает где чеченица, но зато в Нотр-Дам ты вышел. Прям по прямой туда и топил. Нормально. Прямо. 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 Молоко, деньги, мбанза, конго, соль. Опять крашнулась? Да, я думаю что не ходит. По сто раз один тот же юнит двигаю. А я запарился, короче, клетками не доставлять. Не, я так говорю уже, прощу юнитом травлю, прихожу, типа там что-то подделал, возвращаюсь, он стоит опять. Так три раза, короче. Может сделаем перерывчик на полчасика, и я покушать сделаю себе. Ну в принципе здесь все до упора, я как бы могу то. Давайте на полчасика прямо сейчас перерывы сделаем. Давай сделай сейф. Кто там арет, делай сейф, но я тоже могу сделать. Понял. Я сделал тоже так, давайте так. И в итоге получилось так, что мне вообще некуда было и развиваться, и то есть война бы сто процентов была. Но я боялся, что ННС подключится, но так как он начал воевать, я такой типа, а ну все, значит точно иду на перса. Вот, а там уже, правда я вот не знаю, у перса на самом деле очень, у него очень мало бессмертных было. Да, это, вот это поразительно, что забрали перса во времена бессмертных, это прям… Я тоже, вот сейчас, вот ты прям суст снял, я вообще не понял как это вышло. У него было где-то там три бессмертных, но как бы за перса надо было, конечно, побольше. Я думал на него нападать, то есть… Так, все ходить могут, мне перезайти? Я могу. Сейчас я проверю. Так ты, если хостой ты ходишь, так что там? А, я что-то точно. Я хожу. Я что-то думал, что ли ты? Что, кому православие нести? Нет. Никому. А вот я что-то не хожу, кстати. Ну, так… Давай я перезайду. Никому православие даже не нужно? Так, а чего у тебя нету ни производства, ни это… Вот нафига, например, оно мне? От чудес какого? Две веры. И мечети. Мечети. Плюс 27 городов. По-моему, очень неплохо. Ну, в принципе, ты знаешь, давай. Давай. Я сомневаюсь, что… Кореец, ты же, наверное, вряд ли свою распространишь, да? Вероятно, что распространил. Каким образом? Барабудур? Так как бы я могу миссионерчик построить, подогнать. Я все равно буду его строить. Ну, мне надо три города, чтоб ты обратил. Смогешь? Через сколько? Ну, давай, американец, если через 10 ходов кореец ничего не принесет, то я готов твою взять. Религию. Я, конечно, ничего не хочу громко говорить, но, блин, вы что, прикалываетесь? Будете усилять так самого-самого классного из наших. У меня же даже пантеон будет. Я понимаю, почему ты считаешь, что я самый главный? Ну, открой опять вот американец впереди. Понимаешь, я вот сейчас, конечно, я впереди… Ну, блин, я не знаю, зачем я тебе это рассказываю, Ара, ты сто миллионов раз играл через волю. Это я. Это я. А кто, Линдекс? Да. А, ну, тогда… Тогда тебе пускай Ара расскажет. Расскажешь. Как Монстр Дэн тут спокойно через ходов 20 уже будет впереди по всему. Он же забрал отличные города. Он сам говорит, что у него четыре хороших города. Вот заканчивается. Он говорит, всего… Нет, откати. Ну, кстати, на самом деле не четыре. Три. Это я так. У меня Персеполис неплохой. Ну, Вашингтон и Нью-Йорк, да, они хорошие. Остальные все такие города. Они не на речках. То есть… Такое. Окей. блин там их сейф загрузили я тут не успел дорогу не аж хотел по-другому вести ладно вообще на самом деле так хорошо провести что тут можно было и через речку прыгать и холмы использовать так тут рост тут рост так два и так два не так три сюда поставим жалко что я тут петру не построил а петра у американца хорошая кстати на одну клетку с благовониями я просто ради этого построил караванчик ну и что другим не достал мне вообще петра и какая одна клетка с благовония даже не как метров джакард стоп хорошая была бы ну так я так и понял поэтому я решил что блин все таки караван лишний плюс чтобы никому не досталось заберу каи себе 6 клеток было бы там сушили дикса мне еще соль нужно это цель и те что нибудь мой что эти послал и что еще сон прими пока это предложение хорошо сделаем соль это посмотри чудом тебе надо а что там у тебя еще есть хорош смотри у кого есть благовония у меня есть американцы хочет на благовония ну это кто-то и чего он хочет меня только один так что если американцы есть двойной убери у него один любой знак лицов линдекс как ты выбрал те что-то нравится или нет так 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 нет лучше ничего нет цитруса нужно есть уходить у меня есть вот 1 1 1 ч ухож у тебя только железо и лошади ты нехороший человек вообще а у тебя че соль есть я тебе и я тебе отдаю меня на кто-то другой дает американец ну ладно когда созреешь кричи ok монстр так что там насчет благовония мне ничего не нужно из твоих лес а вот мне нужны меха твои миха нынче хватит по клоу сайт спрос спросила что и надо бы мне использовать скаута так сделаем искал там пойдем бегать хорошо это за пара дружных спартанцев броняет перевал кстати американцы города у гор стоят да у меня ни одно ни одного города но вот обратите внимание меня одному города у горы пока смысл мне даже не философии не открыто еще ну так ты это будущее все будущее будущее я не знаю меня на 8 процентов отстаю как бы посмотрим как там дальше что пойдет но блин пока оставание есть и ты по всем остальным параметрам как бы недалеко от меня то есть я не понимаю почему у тебя реки я уже третий по производству например 3 по идее мы сейчас все рядом идем по промке на принятых городов то больше у тебя если мы рядом тут и вперед все будешь вырываться блин это настолько по моему очевидно у корей как был у корей столько же городов я корее намного хуже место чем у тебя плюс ты забрал очень хорошего перса на самом деле который тоже в очень хорошим на соединена у перса такая на самом деле столь обычная не скажу и не супер неплохо откроем границы а ты уже ведешь миссионер пока нет а зачем то чуть попозже приду посмотреть что там вообще справа неплохо ниже куда вести мы бедно ребят ну направо а вдруг ты с ними плохо будешь обращаться надо посмотреть как ты живешь надо будет конечно был амбар построить пораньше так какие еще два чуда почему люди молчат хороший наверно американец явно у тебя про кайлас мы уже знали откуда мне еще чуть-чуть а так вообще какая-то узковато это пангея судя по тому где столица карфагена как-то уже много играть и не той бы войны идешь когда мы играли не было это вот фу-фу-фу да почему по чисто проигрываешь из-за не завод спорта вот или выигрываешь как бы то же самое а вот где в нашей игре вот здесь сейчас кто-то выиграл или проиграл вот наша троица вот это вот просела офигенно просто я что не вразил и берс просел из-за того чтобы воевал ты по сути имеешь вот как бы по спорту самую лучшую позицию отлично только я еще раз горами что я шел по нижней ветке я не шел в университет и специально чтобы отбиваться от американцев наверняка не сразу ко мне пришел и я от него отбивался я вынужден был тоже внизу те при том что у меня производство не так классно как у вас кстати вот но это я сейчас не соперникам говорю зрителям вот на будущее вот это не говорим о меня не мало поставил стабора позже помалом данный рост нью-йорк бы я бы очень поставил чем суроваю там то я бы все я слить был то есть у меня чтобы остальное пошло бы это накатанный не говоря уже о войне с персом тоже так сделаешь вот не терять а суши тысячи города хочешь увидеть то они выше до города ты париж я вижу или он не вижу я туда направо смотреть там или там уже тоже конец карта ну там принципе ли он бан за конга и конец карты да сейчас увидишь какая узкая карта на самом деле где-то еще континент что кстати может быть и знаешь что и скорее всего он будет рядом с карфагеном это частенько такое бывает специально для карфагена чтобы он мог вот так морские города стоит данный спирт индонезда я не вижу карфагена там до нас карет я что-то уже три ремами все проплавал не имею не было когда как ты их увидишь то есть интересный такой но я пара берет по берегу 1 пропал до упора и все доплывок ним как бы я не 2 2 пары может мне еще что-нибудь построить это же да не взять или вообще сейчас апнуть в рыцаре кстати я стану первым и возьму дань самарканда потому что бандзы конга точняк там еще сюда постоянно дает юниты лонгбулменов будет давать кстати вот это хорошее место для шато не надо здесь наверно строить ферму патронаж или камеру эти коммерцию это чё тут драгоценности не добавляются интересно 5 2 а так 4 2 универ так встану сюда подожду один ход и шато так теперь обым минус 49 ну а следующим ходом обновиться инфа хочется верить а а Продолжение следует... 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 я вообще вылечу. Плюс это корей, не забывайте, у неё очень неплохие... Блин, ну ты видишь, я сейчас обрабатываю почти уже все клетки, которые у меня есть. А я что ли, нет? У меня как бы места ещё меньше. У меня города стоят в четырёх клетках друг от друга. А то я не вижу. Ну да, смотри, Персеполис, Саргады, Босна, четырёх клеток. Тут одна ядерка убивает три города. Нет, всё, спокойно. Ты до ядерок не доживаешь. Вопрос. Веришь? Так как всё сейчас идёт, вот ни разу не доживешь. От кого же я? Ну ты пойми, что, ты видишь эту гриду горы от Парижа до самого-самого вот этого пьянга, как он там зовут? У нас прохода просто нет. И угадай, что будет, когда кто-то разовьётся. Ты до бомберов не доживёшь? До каких ядерок? А кто разовьётся у нас так сильно? Ну посмотришь попозже. Опять он натравливает нас друг на друга. Нет, я просто говорю. Я никого вообще не натравлю. Я ему объясню вот факты в лицо просто и всё. Я готов вообще с ядеркой не кидаться. Понятное дело, что ты готов. Играйте в умные игры. На этом пока всё. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что застарели до конца. Я Алёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы застарели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.